Родился 15 мая 1926 года в поселке Михайловский, ныне Г. Михайловск, Уральской, ныне Свердловской, области. Десятый ребенок в многодетной семье рабочих. В 1935 году родители переехали в Свердловск, окончил музыкальную школу. В 1943 году в Свердловске проходил набор учащихся в школу-студию МХАТ. Из 280 претендентов выбрали четверых. Среди них был Трошин, первую роль – начальника штаба лейтенанта Масленникова в пьесе Константина Симонова. «Дни и ночи» Трошин сыграл в 1946 году. Первой творческой удачей Трошина стал дипломный спектакль в школе-студии МХАТ «Молодая гвардия», в котором он играл главную роль – Олега Кашевого. В 1947 году Владимир Трошин окончил школу-студию и был принят в труппы МХАТа. С 1947 по 1988 год Владимир Константинович сыграл в родном театре свыше 80 больших и маленьких ролей. Среди них – Бубнов, Надне, М. Горького, Семен, Плоды Просвещения, Л.Н. Толстого, Хлынов, Горячее сердце, А.Н. Островского, Осип, Ревизор, Н.В. Гоголя и другие – участвует в музыкальных спектаклях, в которые для него стали вводить вокальные номера. К спектаклю «Дни и ночи» специально для Трошина композитор Матвей Блантер и поэт Константин Симонов написали песню «Подруженька-гитара». В спектакле «За власть советов» Трошин играл роль разведчика, и тоже для него было подобрано несколько песен. Для спектакля Илья Головин, композитора Хачатурян написал песню «Раздумьи», «Травушка в поле тропою примята». Большую популярность принесла актеру роль придворного шутафесты в спектакле «Двенадцатая ночь», в 1954 году. Здесь у Трошина было 10 музыкальных номеров, написанных композитором Эдуардом Калмановским на стихи поэта П. Антокольского. Один из них – лирическая песенка шута – сразу стала шлягером. Трошин снялся в 25 кинофильмах, таких как «Олега Дундич», «Гусарская баллада», «Дело было в Пинкове», «Из жизни Федора Кузькина», «Вход в лабиринт», «Серые волки», «Старый Новый год». На экране Трошину часто приходилось играть вождей и политических лидеров. Он сыграл Клемента Ворошилова, сэра Уинстона Черчилля, Николая Подгорного, Владимир Константинович, первый в мире исполнитель роли Михаила Горбачева в кино. В Голливудском фильме «Чернобыль. Последнее предупреждение» 1990-1992, где все остальные роли играли американские актеры. Песни в исполнении Владимира Трошина звучат за кадром в 69 фильмах. Многие из них, такие как «За фабричные заставы» и «Мы жили по соседству», сразу становились известными и получали самостоятельную жизнь на эстраде. Владимир Трошин много дублировал переводные фильмы. Около сотни героев зарубежных картин говорят его голосом. В 1955 году начинает исполнять песни, созданные уже независимо от театра и кино. Звездный час артиста-певца пробил после исполнения им песни «Подмосковные вечера». Впоследствии, где бы ни гастролировал артист, его визитной карточкой всегда были «Подмосковные вечера», ставший также своеобразным музыкально-поэтическим символом страны. За 40 лет активной работы на эстраде он сотрудничал с известными отечественными композиторами и поэтами-песенниками. Это композиторы А. Калмановский, с музыки которого началась его жизнь на эстраде. М. Блантер, Н. Богословский, М. Фраткин, В. Соловьев-Седой, С. Туликов, О. Фельдсман, А. Цефасман, Б. Макраусов, М. Таривердиев, А. Эшпай, А. Лепин, А. Островский, Ю. Саульский, В. Махлянкин, А. Бободжанян, А. Долуханян, К. Молчанов, В. Мурадели, М. Табачников, О. Строг, И. Симановский, М. Чистов, Поэты, Л. Ашанин, Н. Гориза, В. Орлов, М. Матусовский, Е. Долматовский, И. Шиферан, М. Лицковский, В. Харитонов, А. Поперечный, С. Островой, Е. Евтушенко, А. Фатьянов, Л. Дербенев и другие. Такие песни, как «Березы», «Одинокая гармонь», «Тишина», «Морзянка», «Зеленый огонек», «Ночной разговор», «Люди в белых халатах», «Товарищ мой», «Журавленок», «А годы летят», «Рано или поздно», «Светлана», «Тихий дождь», «Идут белые снеги», «Наша мама», «Жду весну» и многие другие в его исполнении. Стали отечественной песенной классикой. В общей сложности Владимир Трошин исполнил более двух тысяч песен. Вышло около 700 записей певца и около 150 компакт-дисков с его участием. С концертами Владимир Трошин не раз объехал всю Россию. Много гастролировал за рубежом, в Японии, Израиле, Франции, Югославии, Чехословакии, Болгарии, США, Германии. Голос Трошина – небольшой, низкий мягкий баритон. Поклонники артиста говорят об уникальном, всегда узнаваемом тембрея задушевной. Доверительной интонации исполнения ушел из жизни 25 февраля 2008 года. Владимира Трошина похоронили 28 февраля 2008 года на Троекуровском кладбище Москвы. В Екатеринбурге установлена мемориальная плита Владимиру Трошину на фасаде дома номер 17 по улице Ильича, где он жил с 1935 по 1943 годы. На памятной доске его портреты, нотный фрагмент песни «Подмосковные вечера».